Под плотной завесой тумана вокруг жилого массива Ласточкино несколько местных жителей решаются раскрыть тайну этих молчаливых стен. Люди утверждают, что живут в атмосфере холодной войны, которая уже переходит в горячую фазу. По словам активистов, сейчас их дома находятся под управлением компанией МКД. Но на шахматном поле выстроена комбинация по вытеснению их конкурентами. Сейчас идет рейдерский захват наших домов. Компания «Велес» всего на рынке управляющей компанией 10 месяцев находится. До этого они были руководители Горбунков и Ромашкин, учредители этой компании «Велес». Активисты утверждают, что озвученные персонажи мелькают на коммунальном рынке давно и якобы имели отношение к разным управляющим компаниям. В их числе Ломоносов, Уютный дом, Содружество, Ледка и Эталон. Жители Ласточкина говорят, что к данным организациям возникало множество вопросов, как со стороны жильцов, так и со стороны контрагентов. В случае с домами МКД «Велес» пошел по пути вербовки сторонников. Они зовут Велес, они создали общественный совет, который сам себя провозгласил. Они подговорили несколько, скажем так, из каждого дома жильцов, пообещав там, не знаю что. Но дело в том, что сейчас, во-первых, началась война между жильцами, идет травля. Люди друг с другом ругаются. Они на вопросы не дают никаких конкретных ответов. Если же это происходит в чате, тебя из чата удаляют. Если ты у них просишь документы, то тебя начинают хамить, грубить. Все, что на данный момент они добились, то, что стравили людей, идут конфликты, идут ругачки. И ничего по факту не делается. Жильцы показывают часть переписки из общедомового чата, где под ником Алена пишет, по их мнению, представитель общественного совета. Они отмечают оскорбительный тон в ее текстах. Они сами себя провозгласили. И председателями, и помощниками. Да, они уже расписали. Впрочем, жильцы отмечают, что пока компания не сменилась, но уже сейчас встречи с чужаками не очень приятны. Я вот ходила по подъезду после собрания. Мне не понравился этот веес. Какие-то мужики стоят, они бывшие коллекторы, они выбьют вроде долги. А это Екатерина Лихачева, директор управляющей компанией «Стимул» в соседнем микрорайоне. Говорит, что уже хорошо знакома со стилем работы, описанных ранее людей. Одна из встреч до сих пор в ее памяти, и ее детали ей часто приходится рассказывать следователям. Конкретно с этими людьми я тоже знакома. У меня своя история. Мною написано в отношении этих людей заявление. Так как эти люди в итоге пришли к моему дому, в общем-то напугав меня, моего ребенка. И в настоящее время органы полиции занимаются вот этими вопросами, потому что я считаю, что, по крайней мере, мое такое мнение, что пришли к моему подъезду только лишь для того, чтобы показать, что мы знаем, где ты живешь. То есть это было что-то вроде угрозы? Ну, я для себя понимаю это именно так. То есть когда такие мальчики такой наружности с видом из 90-х, в общем-то, подходят к твоему подъезду, ну, да, у меня сложилось такое впечатление. Дошло до того, что сейчас, на сегодняшний момент, опять же, тоже написано заявление, потому что пошли угрозы семьям сотрудников моих. То есть если они не уволятся, их семьям будет плохо. Ну, вот так вот на днях позвонили одному из моих сотрудников. Таким образом, с мая прошлого года по текущий момент Екатерина Лихачева недосчиталась двух домов в своем управлении, а всего, по ее словам, к Велесу из 30 отошло 15. По ряду домов, которые выявили, возбуждены уголовные дела, ну, на сегодняшний момент ведутся разбирательства. То есть это уже показывает, что люди, по крайней мере, нечестно работают, вот так скажем. У меня складывается ощущение такое, по крайней мере, это мое ощущение, что там на основании каких-то договоренностей все это происходит. В общем-то, какие-то связи, скорее всего. Ну, утверждать, опять же, я не могу достоверно, я этого не знаю, но раз люди так себя ведут, и, в общем-то, им идут навстречу. У меня стопа отписок есть из разных органов. То есть никто плохого ничего не видит в том, что за мной бегают, за ребенком бегают, за матерью бегают. Сейчас жители Ласточкино – это современные и хорошо информированные люди. Конкуренция среди управляющих компаний, и ее цель для них – не новость. Мы перейдем в их компанию, а через год они нас бросают, нас отдадут до торги. Мы вообще остаемся просто без обслуживания, без коммуникации, без всего. По их мнению, идеальных управленцев домами просто не бывает, но оказаться в подвешенном состоянии в их планы тоже не входит.